Подпишитесь на РУТУБ-канал соцсети Спаса и смотрите все выпуски любимых программ. Спас. Подпишись на главное. Давай наши души, на сказке настроем, Большую старинную книгу откроем. Мы вместе познаем секреты Борьбы между тенью и светом. Здравствуйте, мои дорогие. Я очень рада вас встретить здесь, в сказкином доме, где мы читаем сказки, где мы узнаем, что такое добро, что такое зло. Много-много очень важных вещей, которые понимают, казалось бы, только взрослые. Но мы с вами раскрываем все тайны сказок. Меня зовут Анна Ковальчук. Я работаю в театре, кино, я телеведущая. Я пою, танцую, очень люблю жизнь и еще больше люблю своих детей, которым я с удовольствием читаю сказки. И со мной, конечно, пришел сегодня Мишка Боря, который помогает мне разобраться в этих сложнейших историях под названием сказки. Слова, святая со страниц, Рассказывают людям, Коста и радужных жартиц, О небывалом чуде Их манит солнечный полет В мир яркий снов и краса Страну волшебную зовет Навстречу тайне сказок Навстречу тайне сказок А кто пишет сказки? Русские народные люди Русские народные люди? Американские народные люди? Английские народные люди? Сказочники пишут сказки? Правильно. Кто еще? Писатели Писатели Поэты Ну, они что делают, когда пишут? Выдумщики Вот, давай вот в эту сторону пойдем Они выдумывают сказки Они сказочники, выдумщики Кто еще? Фантазер Мечтатели, фантазеры Совершенно верно Фантазируют? Они фантазируют, да И сегодня мы с вами почитаем великолепный рассказ Николая Носова «Фантазеры» Но перед этим, конечно, мы должны представиться друг другу Давай, начнем с тебя Маша Маша Эвелина Влада Степа Тимофей Кто-нибудь читал Николая Носова «Фантазеры»? Я читал А вы нет? Ой, да что вы Ну, вот раз вы читали, мальчики, вы у меня будете двумя фантазерами Вот они какие, фантазеры Видите, уже нафантазировались Молодые Где мальчики молодые, бородатые А сейчас вы узнаете, почему они с бородой Фантазеры Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали Как и вы, мальчишки Только они разговаривали не просто, как другие ребята, нет, нет А рассказывали друг другу разные небылицы Будто пошли на спор, кто кого переврет А хорошо врать? Нет А вот мы сейчас узнаем Сколько тебе лет? Спрашивает Мишутка 95 А тебе? А, мне 140 Знаешь, говорит Мишутка, раньше я был большой-большой, как дядь Боря А потом сделался маленьким А я, говорит Стасик, сначала был маленький А потом вырос большой А потом снова стал маленький А теперь опять скоро буду большой А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, говорит Мишутка А я море мог переплыть Подумаешь, море Я океан переплывал А я раньше летать умел А ну полети, да сейчас не могу, разучился А я один раз купался в море, говорит Мишутка А на меня напала акула А я ее, бац, кулаком А она меня цап за голову и откусила Врешь Нет, правда Почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег, пошел домой Без головы? Конечно, без головы А зачем мне голова? Как же ты шел без головы? Да так и шел, будто без головы ходить нельзя Почему же ты теперь с головой? Другая выросла Ловко придумал, позавидовал Стасик Ему хотелось соврать по лучшим шуткам Но это что, сказал он Вот я один раз в Африке был И меня там крокодил съел Вот так соврал, рассмеялся Мишутка Вовсе нет А почему же ты теперь живой? Да, так он меня потом выплюнул Мишка задумался Ему хотелось переврать Стасика Он думал, думал, думал Наконец говорит Один раз я шел по улице Кругом трамваи, автомобили, грузовики Знаю, 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 закричал Стасик Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал Ты уже врал про это Ну, ладно Ничего подобного Я не про это Хорошо, ври дальше Ну вот, я иду, никого не трогаю Вдруг навстречу автобус Я его не заметил Наступил ногой Раз И раздавил в лепешку Вот это враки Вот смотрите, его нога, видите? Вот это враки А вот и не враки Ну, как же ты мог раздавить автобус? Так он совсем маленький был Игрушечный Его мальчишка на веревочке тащил Ну, это неудивительно, сказал Стасик А я раз на луну летал О, его куда махнул Засмеялся Мишка Не веришь? Честное слово И на чем же ты летал? На ракете На чем еще на луну летает? Будто сам не знаешь Ну и что, что на луне там сделал? Что ты там видел? Ну, что засмеялся Стасик? Ну, что, что? Что я там видел? А, ничего не видел Рассмеялся Мишутка А говорит, на луну летал Конечно, летал А почему, что ничего не видел? Темно было Я ночью летал во сне Сел на ракету И как полечу в космическое пространство Ух! А потом как полечу обратно Ну, летел, летел А потом бряка земля Ну и проснулся А, потянул Мишка Так бы сразу и говорил Я ведь не знал, что ты это во сне Тут пришел соседский мальчик Игорь Сел рядом на скамеечку Он слушал, слушал Мишутку и Стасика А потом и говорит Вот врут-то И вам не стыдно? А что нам стыдиться? Мы же никого не обманываем Сказал Стасик Просто выдумываем Сказки рассказываем Сказки Презрительно фыркнул Игорь Нашли занятия Чего проще? Ну, выдумай что-нибудь Сейчас, сказал Игорь Пожалуйста Мишутка и Стасик Обрадовались, приготовились слушать Сейчас, сейчас, сказал Игорь Эээ Ну, что это все э-да-э Ну, сейчас, дайте подумать Ну, давай, 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 думай Эээ Снова сказал Игорь Эээ Посмотрел на небо Сейчас, сейчас, сейчас Эээ Ну, чего ты там не можешь выдумать, а? Ну, говори Ну, сейчас, сейчас Вот А, один раз Я дразнил собаку А она меня цап за ногу И укусила Вот, даже шрам остался Ну, и чего ты выдумал? Спросил Статик Ничего Как было, так и рассказал А говорил Выдумывать мастер Я мастер, да не такой, как вы Вот вы все врете, врете, да бестолку А я вчера соврал И мне от этого польза Какая польза? А вот Вчера Вечером Мама и папа ушли А мы с Ирой Остались дома Ира легла спать А я залез в буфет И съел полбанки варенья Потом, думаю Как бы мне за это не попало Взял Ирке губы вареньем намазал Мама пришла Кто варенье съел? Я говорю Ира Мама посмотрела А у нее все губы в варенье Сегодня утром Ей от мамы досталось А мне мама еще и варенье дала Вот и польза Вот видите, как он ей мажет варенье Ну, такой брат хороший Старший Значит, из-за тебя другому досталось А ты и рад, сказал Мишутка А тебе-то что? Мне ничего А вот ты это Как это называется? Брехун Вот Сами вы брехуны Уходи Не желаем с тобой на лавочке сидеть А я и сам не стану с вами сидеть Игорь встал и ушел Мишутка и Стасик тоже пошли домой По дороге им попалась палатка с мороженым Они остановились Стали рыться в карманах И считать, сколько у них денег У обоих набралось только на одну порцию мороженого Продавщица дала им мороженое на палочке Пойдем домой, говорит Мишутка Разрежем ножом, чтобы было честно Пойдем На лестнице они встретили Иру Глаза у нее были заплаканные Ты чего? Привела? Видите? Малышка такая маленькая Спрашивает Мишутка Мама меня гулять не пускала За что? За варенье А я его не ела Это Игорь на меня наговорил Наверное, сам съел, а на меня свалил Конечно, Игорь съел Он сам нам хвастался Ты не плачь Пойдем Я тебе свою полпорцию мороженого дам Сказала Мишутка И я тебе свою полпорцию отдам Вот только попробуй разочек и отдам Пообещал Стасик А вы разве сами не хотите? Не, не хотим Мы уже по 10 порций сегодня съели Сказал Стасик А давайте лучше это мороженое На троих разделим Предложила Ира Правильно, сказал Стасик А то у тебя горло заболит Если ты одна всю порцию съешь Пошли они домой Разделили мороженое на три части Очень вкусная штука мороженое Сказал Мишутка Я очень люблю Один раз я съел целое ведро мороженого Ну ты вот думаешь Все, засмеялась Ира Кто тебе поверит Что ты ведро мороженого съел? Так оно совсем маленькое было Ведерышко вот такое Маленькое, бумажное Не больше стакана Хороший рассказ, Носова? Да Просто замечательно, я считаю И вот мы с вами возвращаемся К теме фантазеров Вот мы с вами стали говорить Плохо ли, что они обманывали Врали друг другу? Нет Неплохо А где вот эта грань Вранья и фантазии? Фантазия лучше Фантазия лучше А почему она лучше? Фантазией можно летать Вот сказочники, мы говорим Они пишут сказки Они же фантазируют, правильно? Фантазия, она никому не делает зла Правда? Фантазия, наоборот Смешит людей Развлекает Поучает Вот мне однажды приснилось То, что я ехал на телеге Меня везла лошадь И она уснула И я упал прямо с корыта В речку И я там дышал Как рыба Вот, видишь, тоже такая у тебя Ночная фантазия А вранье? Что такое вранье? Что оно делает? Вранье это то, что Соврал человек То, что он сказал одному человеку А другой человек подумал, что это правда А потом из-за этого это и решил сделать А только ему и сделал И пошло на зло То есть зло, правда? Кому-то причиняет зло вранье, да? И вранье это плохо Вранье очень плохо Потому что мы договорились, да? Что вранье может причинить зло А только польза получается тому, кто врет А хорошо иметь пользу, когда другим людям плохо? Когда вокруг горе, а тебе хорошо? Много от этого пользы? Нет И в итоге, смотрите, Игорь остался один С ним никто не хочет дружить А ребята сидят за столом и кушают мороженое вместе Но мы никого не осуждаем, правда? Мы только думаем о том, что этот поступок был нехороший И можно было бы Игоря, например, все равно простить Поговорить с ним и взять его в свою компанию Я думаю, ребята так и сделают Потому что они очень добрые и хорошие Поэтому, мои дорогие, я желаю вам фантазировать Фантазия это не вранье Уходите от вранье, потому что вранье никогда не приносит добра Только зло И причем это зло возвращается потом самому хозяину вранья Фантазируйте на 100% во сне, днем, наяву И может быть когда-то у вас получится Нафантазировать целую сказку Которую мы прочитаем здесь, в сказкином доме на канале Спас Я принесу скоро свою книжку Принеси, пожалуйста, свою книжку, мы ее обязательно прочтем У меня, конечно, это будет не книжка, а несколько листов У меня нет обложки для книжки Ты что, не важно! Мы очень ждем твою книгу, это правда! Спасибо, мои дорогие, спасибо, что были со мной на канале Спас До встречи! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»